Григорий Остер. Испорченная погода. В этот день в Африке стояла прекрасная погода, поэтому попугай с утра отправился на прогулку. И вдруг попугая подхватила и понесло. — Куда это я? — подумал попугай и полетел вверх тормашками. Потом его облило водой и понесло дальше. А дальше его поливало и несло, несло и поливало, пока он не ударился обо что-то мягкое. Это что-то мягкое было слоненком. Слоненок стоял в сухом месте под большим деревом и прятался от ветра и дождя, которые несли и поливали попугая. — Что стряслось? — спросил попугай, вставая на ноги. — Что это было? — Кажется, погода испортилась, — сказал слоненок. — То есть как это испортилось? — возмутился попугай. — Что значит испортилась? — Чего это ей вдруг ни с того ни с сего брать и портиться? Тут что-то не так. Тут что-то кроется. — Где? — спросил слоненок. — Тут! — сказал попугай. — Я! — сказал слоненок. — Что ты? — удивился попугай. — Я тут кроюсь, — сказал слоненок. — Прячусь от дождя. — Нет! — задумчиво сказал попугай. — Ты тут, пожалуй, ни при чем. Хотя, впрочем... Попугай подозрительно посмотрел на слоненка. — Нет! — сказал он, помолчав. — Ты на такие штучки не способен. Это кто-то другой. — А что он сделал, этот кто-то другой? — спросил слоненок. — Как что? — возмутился попугай. — Разве ты сам не видишь? — Я вижу, — сказал слоненок. — А что я вижу? — Дождь, ветер и лужи, — сказал попугай. — Вот что ты видишь! И попугай топнул ногой по луже. Слоненок посторонился от брызг, вылетевших из лужи, и сказал. — Так ведь это от того, что погода испортилась. — Милый слоненок! — усмехнулся попугай. — Само по себе еще ничего никогда не портилось. И погода тоже. Наша погода испорчена. Это так. Но она испортилась не сама. Ее кто-то испортил. — Кто? — поразился слоненок. — А вот это, — сказал попугай, — нам как раз и предстоит выяснить. — А как мы будем выяснять? — Сначала мы с тобой нападем на след, — сказал попугай. — Не надо, — испугался слоненок. — Почему? — удивился попугай. — Ну, — смутился слоненок. — Мы на него нападем. Он даст сдачи. Получится драка. — Не надо. — Я хочу сказать, — объяснил попугай, — что мы сначала будем искать следы, которые оставил тот, кто испортил погоду. А потом по следам найдем и его самого. Пошли! Дождь утих, но ветер срывал и бросал на землю заблудившиеся в листьях капли. Попугай и слоненок вышли из-под дерева и сразу же увидели следы. Следы пересекали полянку и уходили в заросли. — Так-так! — сказал попугай, разглядывая следы. — Интересно! Тут листья на одном дереве раздвинулись, и оттуда выглянула мартышка. — Куда это вы в такую погоду собрались? — спросила мартышка. — Мы напали на след, — сказал слоненок. — А что вам от него нужно? — спросила мартышка. Мартышка и спрыгнула с дерева. — Нам нужно узнать, куда он ведет этот след. Вот что нам нужно, мартышка! — важно сказал попугай, вглядываясь вдаль из-под крылышка. Мартышка присела на корточке, потрогала следы, потом встала и сказала. Эти следы сначала ведут в пальмовую рощу, потом поворачивают направо, потом переходят ручей, поднимаются на горку, там немножечко стоят, и спускаются обратно, потом... Мартышка чуть-чуть подумала. Потом эти следы возвращаются к ручью, переходят через него на нашу сторону и гуляют по берегу, а потом приходят вот к этому дереву. — Мартышка, а как ты все это узнала? — спросил слоненок. — Очень просто, — сказала мартышка. — Для меня это пустяки. — Потрясающе! — восхитился попугай. — А ты можешь догадаться, кто их оставил, эти следы? — Конечно, — сказала мартышка. — Я уже догадалась. Это я их оставила. — Ты! — удивились слоненок и попугай. — Я! — сказала мартышка. — И нечего на них нападать. Безобразие! Ничего оставить нельзя. Сразу же начинают нападать. — А-а-а-а! — сказал попугай. — Так это значит, ты постаралась. — Ну-у-у! — заскромничала мартышка. — Я, конечно, не очень старалась, но, по-моему, это вполне приличный след. Аккуратненькие такие следачки. — Послушай! — перебил попугай мартышку. Не лучше ли тебе сразу во всем признаться? Почему бы тебе честно и откровенно не рассказать нам, зачем ты это сделала? Зачем ты ее испортила, нашу погоду? — Я ее не портила! — закричала мартышка. — Это не я! — Мартышка! — сказал попугай. — Не отпирайся! Отпираться бесполезно! — И не запирайся! — добавил слоненок. — Запираться тоже, по-моему, бесполезно! — Я не запираюсь и не отпираюсь! — закричала мартышка. — И я не портила погоду! Почему вы думаете, что это я ее испортила? Слоненку стало жаль мартышку, и он сказал — Попугай, а может, это не она? — А кто? — спросил попугай. — Ну, ты же сам говорил, что это, наверное, кто-то другой. — Так может, это и правда кто-то другой? — Слоненок! — строго сказал попугай. — Мартышка! И есть этот самый кто-то другой! — Я не кто-то другой! — закричала мартышка. — Я мартышка! — Попугай! — убедительно сказал слоненок. — Кто-то другой! Он и есть кто-то другой! — А она мартышка! — Сам посмотри! — Посмотри, посмотри! — закричала мартышка и стала поворачиваться к попугаю разными сторонами, чтобы он убедился. Попугай поглядел на мартышку и убедился, что она действительно мартышка. — В таком случае, — сказал попугай, — кто-то другой — это удав. Это он испортил нашу погоду! — Не может быть! — удивился слоненок. — Это на него не похоже! — Очень похоже! — сказал попугай. — Зачем это ему? — не поверила мартышка. — Зачем удаву портить нашу погоду? Она была такая хорошая, теплая, сухая! — Вот-вот! — воскликнул попугай. — Сухая! В том-то и дело! Когда погода сухая, все твердое! И ползать по-твердому твердо! Вот удав и испортил погоду, чтобы она стала мокрая! И теперь ему ползать легко! Теперь он ползает по мокрой погоде! — А где он ползает? — спросила мартышка. — В каком-нибудь укромном уголке! — сказал попугай. — Испортил погоду! И теперь, конечно же, скрывается от нас! Слоненок хотел что-то сказать, но тут сверкнула молния, и где-то не очень далеко загремел гром. — Ничего! — сказал попугай. — Сейчас мы пойдем и найдем удава. А когда мы его найдем, мы его разоблачим! — Мы пойдем под дождем! — спросил слоненок, озабоченно поглядывая на небо. — Нет! — сказал попугай. — Мы пойдем не под дождем, а под зонтиком! — Откуда он возьмется? — удивилась мартышка. — Вот! — сказал попугай и показал на развесистую пальму. — Слоненок, ты можешь вынуть эту пальму с земли и держать над нашими головами? — Могу! — сказал слоненок и взялся хоботом за ствол пальмы. — А как ее вынимать? С корнями? — Конечно, с корнями! — сказала мартышка. — Мы ее потом на место вставим! — Слоненок, мартышка и попугай отправились искать удава. Вокруг них сверкали молнии и шумел дождь. Но друзьям было сухо, потому что они храбро шли под своим зонтиком пальмой и несли сухое место с собой. — А когда мы найдем удава? — спросила мартышка. — Как мы будем его разоблачать? — Мы, — сказал попугай, — поступим очень хитро. Мы не станем спрашивать у него так прямо. Это ты испортил погоду? Нет, мы так спрашивать не станем. — Почему не станем? — спросил слоненок. — Потому что он может испугаться и сказать. — Нет-нет, это не я! Мы спросим у него так. — Удав, ты не чувствуешь себя виноватым? — Ага! И если это он испортил нашу погоду, то он скажет. — Да, я чувствую себя виноватым, друзья! Он так скажет, потому что если это он, то ему, конечно же, очень стыдно. И когда он так скажет, мы его разоблачим. Удав нашелся на соседней полянке. Он лежал под дождем и вздыхал. Друзья вместе со своей пальмой подошли к удаву, и попугай спросил строгим голосом. — Удав, чувствуешь ли ты себя виноватым? — Я чувствую себя мокрым, — сказал удав. — А виноватым? — растерялся попугай. — Нет, им я себя не чувствую. — Значит, тебе совсем не стыдно, — с надеждой спросил слоненок. — Мне сыро, — сказал удав. — Ура! — закричала мартышка. — Это не он! — Видишь, попугай, — это не он! — Ну, конечно, это не он, — сказал слоненок. — Он этого не делал. — Правда, удав, ты этого не делал? — Я много чего не делал, — сказал удав. — Что вы имеете в виду? — Мы говорим о погоде, — сказал попугай. — Отвратительная погода! — проворчал удав и попытался спрятаться от дождя под собственным хвостом. Но из этого, конечно, ничего не вышло. — Значит, тебе такая погода не нравится? — спросил попугай. — А тебе нравится? — удивился удав. — Мне нет, — сказал попугай. — Но я думал, что тебе по мокрой погоде мягче ползать. Мокрое — оно мягкое. — Мягкое, — согласился удав, — но липкое. Дождь лил изо всех сил, но друзья все вчетвером сидели под пальмой. Слонинок и морфишка рассказывали удаву, как они думали, что это он испортил погоду, и как, к счастью, оказалось, что не он. Удав сох, а попугай думал. Потом он сказал. — И все-таки погода испорчена, не так ли? — Так ли? — подтвердил слоненок. — И кто-то ее испортил. — Это был кто-то другой, — сказал слоненок. — Должен вас огорчить, друзья, — вздохнул попугай. — Но никого другого тут не было. — Погоду испортил кто-то из нас. Попугай помолчал и добавил. — Очень жаль, но он не хочет признаваться. — Ну а зачем? — удивилась морфишка. — Зачем он это сделал, этот кто-то из нас? — А-а-а, может быть, он ненарочно, — вдруг сказал удав. — Может, он нечаянно? — Нечаянно? — засмеялся попугай. — Ха-ха, так я и поверил. — Да нет, — сказал удав. — Это случается. Наступают нечаянно на что-нибудь такое. И сначала даже не замечают. А потом... — Я ни на что такое не наступал, — быстро сказал слоненок, потому что ему показалось, что все смотрят на его ноги. — Ты мог не заметить, — сказал попугай. — Нет, я бы заметил. Я всегда смотрю под ноги. И когда я вижу что-нибудь такое, я через него перешагиваю. — И еще, — продолжал удав. — Знаете, как это бывает? Хочешь узнать, как оно устроено, раскрутишь, разберешь. А потом, когда соберешь обратно, остается несколько лишних винтиков. — Я ничего не трогала, — быстро сказала мартышка. — Я ничего не откручивала. — Мартышка! — сказал попугай, глядя на нее пристально. — Я сам видел, как ты вчера откручивала банан. И я не видел, чтобы ты его прикручивала обратно. — Но я же его съела! — закричала мартышка. — А ты сам? — спросил удав попугая. — Ты ничего такого не делал? — Я! — возмутился попугай. — Я никогда ничего такого не делаю! — Когда что-нибудь делаешь, или даже если совсем ничего не делаешь, то ведь никогда не знаешь, чем это кончится, — сказал удав. — Удав прав! — согласился попугай. — Но если он прав, и кто-то из нас испортил погоду нечаянно, то как же мы его разоблачим? Он же сам не знает, что виноват! — Смотрите, смотрите! — вдруг закричала мартышка, которая в эту самую секунду выглянула из-под пальмы. — Небо само разоблачилось! Слоненок опустил пальму, и все увидели, что дождь кончился, потому что ветер унес облака, и в небе светило новенькое вымытое солнце. Друзья ужасно обрадовались и решили идти к ручью, купаться и загорать. Но слоненок сказал, «А вдруг мы опять что-нибудь такое нечаянно сделаем, и погода опять испортится?» «Мы будем осторожны», — сказал удав. «Давайте будем обращаться с ней бережно, с нашей погодой. А то ведь, знаете, тряхнешь что-нибудь, или что-нибудь сорвешь, или сломаешь, и думаешь, что это пустяки, ничего не будет». «Ага!» — сказала мартышка. «А потом, ого-го, что будет!» «Кстати!» — сказал удав, глядя на пальму, про которую все забыли, когда кончился дождь. «Где вы взяли этот ваш зонтик?» «Ой!» — вспомнила мартышка. «Мы же хотели ее потом на место вставить!» «Давайте сейчас вставим!» — предложил слоненок. «Непременно!» — поддержал попугай. И друзья сейчас же пошли и поставили пальму на место, потому что раз она там сама выросла, то пусть себе растет, где росла, и нечего ее вынимать, а потом бросать, где попала. Они вставили пальму и убедились, что ей удобно на старом месте, и что она чувствует себя хорошо. А потом уже отправились купаться и загорать. Они загорали и купались, сколько хотели. И погода была хорошая. И верно вставили паузы, и сплата де субтитры. Использовала. Использовала. Пауза. Пауза. Использовала.